Сегодня решение судом апелляционной инстанции суд оставил в силе решение суда первой инстанции, Ленинская, то есть о признании законным постановлением 813 о сносе нашего дома. А вы судитесь с какого времени? Вот первый суд был когда? В 2020 году мы начали осенью судиться. И самое интересное, что именно с 2020 года, с момента проведения первой экспертизы, которую МКУ ЖКХ, не имея права собственности, провел за бюджетные деньги, значит, в этой экспертизе написано провести срочные противоаварийные мероприятия. Ну, вроде как забота о гражданах. Так вот, срочные противоаварийные мероприятия не проведены по сей день. И деньги на них тоже не выделены по сей день. До этого была первая инстанция, потом была отмена решения суда первой инстанции, рассмотрение заново. И сейчас решение суда первой инстанции уже рассматривалось в суде апелляционной инстанции. Опять суды не слышат наши доводы и вообще их не оценивают. Ведь есть две экспертизы, подтвердившие, что возможно реконструкция дома. Однако, межведомственная комиссия принимает решение именно о сносе. Суды не видят в этом нарушении. Суды не видят нарушения даже в том, что заявителям в межведомственную комиссию были даже не собственники помещения многоквартирного дома, а у ЖКХ пролетарского района. Они также в суде не смогли подтвердить свое право собственности на квартиру. Поэтому считаем, что данные решения, в том числе и апелляционной инстанции, являются незаконными. Мы дальше будем оспаривать его в суд касационной инстанции. В вопросе нашего дома вряд ли кто-то в нашем городе сомневается, в чем причина. Дело в том, что в доме только единственная трещина, во втором подъезде. А город нас состоит из очень большого количества очень разрушенных домов. И среди них есть дома, которые реконструировали, которые восстанавливали. Мы были, мы выезжали на эти дома. И организация, которая производила реконструкцию в доме с такими же трещинами, как наш, показала, что 30 лет уже этот дом стоит. Укрепили внутри швеллерами. Вот поэтому как бы вот и сам механизм, который к нам применяет администрация, наверное, говорит уже о том, что, в общем-то, дело, наверное, не в состоянии дома. Вот, по-моему, нельзя назвать вот это заботой о человеке. Люди из трех комнат переселяются в две. Из двух в одну. А из одной куда? На улицу. Почему я должна быть этим очень обрадована? Вот такой заботой обо мне. Продолжение следует...